Сколько-то с этой стороны. Это у нас с этой стороны была. Так. Настраиваемся. На красивые, яркие, летние дизайны. Тебе там слышно? Слышно, видно. Это модно, что так спрашивать. Слышно? Тебе уведомление пришло, да? Ну что, сегодня у нас четверг, два часа дня. И мы с вами встречаемся для того, чтобы сделать очень быстрые дизайны. Очень быстрые дизайны, которых, опять же, почти не нужно будет рисовать. Всем здравствуйте. У нас уже трое, вас двое, я один. Так, ну мы пока тут готовимся, минуточку буквально, да? Значит, как раз-таки времечко есть, чтобы присоединиться. А мы пока обсудим с вами, что мы сегодня будем использовать для наших быстрых дизайнов. А тема у нас быстрые дизайны, да? С помощью гель-лаков. Мы хотим, опять же, напомнить о том, что у нас есть чудеснейший набор гель-лаков. Очень летний, очень классный. У нас мы живем на юге России, в городе Ростове-на-Дону. Да, я опять не представилась. Каждый раз забываю об этом. На всякий случай меня зовут Наташа. С вами в прямом эфире город Ростов-на-Дону. И мы с вами будем делать быстрые дизайны, которые можно будет делать из любых абсолютно цветов. Вот. И добавлять абсолютно разные декорации. Просто как идеи. Подаем больше даже уже, наверное, все технические вопросы в дизайнах. То, что будет использовано, уже обсуждено тысячу раз. Ну, просто как идеи. Просто накидать вам небольших вот таких вот идей. Всяких разных для творчества. Может быть, вы что-то от себя еще придумаете. Просто попытаемся сделать с вами. Успеем два варианта, успеем три варианта сделаем. На самом деле, как бы, все это будет очень интересно, быстро. И с использованием любых подручных средств. Ну, а мы возьмем в работу. Сейчас я образцы эти подальше уберу. А мы возьмем в работу с вами гель-лаки, которые у нас собраны вот в такой набор. Мой импульс от Эми. Так. Очень красивые летние цвета. И они, конечно же, сейчас еще и перейдут и на сентябрь. Потому что, например, у нас на юге России, в Ростове-на-Дону, сентябрь – это лето. Вот. И, как бы, цвета, которые мы будем использовать в дизайнах, конечно же, как бы яркие, красивые. И не обязательно именно из импульса. Ну, просто они тут собраны все в кучу. Мы будем использовать все, что у нас есть. Ну, по крайней мере, постараемся использовать все, что есть. Итак, это набор гель-лаков «Импульс». Здесь красивый голубой, красивый, яркий, красненький такой. Ну, такой больше коралловый, желтый, оранжевый, зеленый и так далее. Так. Значит, гель-лаки любых цветов нам подойдут для наших дизайнов, для быстрых, для скоростных дизайнов. Добрый день, всем здравствуйте. Это так модно говорить в прямом эфире, знаете, когда это. Меня слышно, видно. Всем здравствуйте, здравствуйте. Вот. Ну, на самом деле, надо было просто по делу быстро сделать, и все. Так. Итак, гель-лаки, которые относятся к коллекции «Мой импульс». Вот такая красивая коробочка. Вот такие красивые цвета. Так, убираю в сторону. Что еще нам потребуется? Ну, в качестве камуфлирующей базы я возьму гель-лак 151. Я его очень люблю использовать в дизайнах, очень красиво покрывать типсик, то есть, как бы, смотрится как натуральный цвет. Это 151-й гель-лак из коллекции «Свадебный», да, «Свадебная коллекция». 151-й, он такой красивый, бежевенький, с мелким-мелким импульсом, ой, господи, импульсом, говорю, господи, с мелким-мелким шиммером. Вот 151-й. Так, еще в работу можно взять какой-нибудь гель-лак, который такой на полупрозрачной основе. Вот я, например, возьму 317-й. Это, знаете, такой гель-лак с мелкими крапушками. Вот, видела в других фирмах, есть такие прям толпы с крапушками. Ну, у нас вот такой вот. Вы знаете, этот цвет, на самом деле, если вы видите его белым и с крапушками, он такой больше нейтральный цвет. И если мы будем наносить его, а мы будем его использовать в дизайнах, он просто нам даст вот эти вот красивые крапушки, да. Как бы, в последнее время это как бы модно, и уже давно модно, и смотрится, на самом деле, очень круто. Мне очень нравится. То есть, как дополнение 317-й вот с такими вот крапушками. Так, дальше нам потребуются с вами какие-нибудь декорации, которыми, как всегда, славится компания Эмми и выпускается в большом количестве. А сейчас вот мы сейчас возьмем, например, там в работу цветущий сад, вот такие вот цветочки-жучки, или там полевые цветы. Можно взять любые слайдеры на цветочную тему. Ну, очень классно, красиво смотрятся, знаете, какие маки, ромашки, как бы такие, знаете, самые ходовые цветочки из всех слайдеров. Так, и еще бы неплохо было бы взять в работу, опять же, как уже в ряде моих мастер-классов я уже говорила о том, что мне очень нравятся слайдеры. Ой, простите, шармикончики, наклеечки. Ну, это наклеечки, у нас просто в имя называется шармикончики. То есть, как бы наклеечка с надписью какой-нибудь, да, то есть, ничего такого сверхъестественного. Вон там Freedom, Свобода, Хэппи, Счастливый, Смайл, Улыбка. То есть, как бы ничего такого сверхъестественного, но прикольно. Просто словечки всякие, которые приклеиваем, они очень осовременивают любые дизайны. Так, что нам еще? А, хотела показать, вот буквально два дня назад у нас в продаже в магазине появились новые нейлдрессы, новые шармикончики. Можно что-нибудь из этих наклеечки взять? Здравствуйте. Юлия пишет. Здравствуйте. Вот, значит, вот такие красивые, слушайте, на самом деле, их вышло, там, четыре новых шармикончика, захватила с собой уютная осень. Вот такие красивые веточки золотые, сердечки такие, видите, разбросаны, тоже прикольно, тоже можно будет использовать. Или вот такой вот интересный вариант. Живая природа. Тут тоже вот эти бабочки всякие, папоротник, жуки летающие, прикольно. Кстати, вот смотрите, я буквально вчера вечером, видите, жука прикрепила и также сделала его немножко поярче. Он не смотрится, конечно, как бабочка, он реально смотрится как жук. Но я не очень люблю насекомых, но тут прикольно смотрятся в общей картинке. То есть можно будет взять, например, вот эти бабочки, папоротники и так далее. То есть абсолютно любой декор, который связан с какой-то живностью, листочками и так далее. Кстати, эти дизайны можно потом адаптировать под осенние варианты, если какие-то осенние листья прикрепить. Самое главное, вот фон, да, как бы задать, и можно будет прикреплять любые декорации. Так, новые шармикончики, видите, такие красивые, кто еще не видел. Есть же любители Эми, да, которые покупают все. Ну, я не знаю, шармикон, который можно купить, и который полностью идет весь в работу. Так, ну и жуки, папоротники. Так, что еще, что еще? Ну, Эмпасту можно взять, потому что мы будем дополнять рисунок Эмпастой. Можно взять, вот, допустим, ну, белая однозначно нам пойдет, конечно же, нужна будет зеленая. Можно вот неоновую взять, было красивую тоже яркую, неоновую. Если подмешать немножко с зеленым и с белым, будет красивый такой неоновый зеленый цвет Эмпаста. Ну и, в принципе, в принципе, наверное, все. Все, теперь самое главное, к нам пришли с вами вот так две клиентки и попросили сделать им красивый какой-нибудь дизайн. Причем, знаете, это как, вот не знают человек, какого цвета она хочет, да, дизайн. Вот, допустим, синий или красный, или желтый, белый. А вот такой вот дизайн, он может быть как раз-таки очень универсальным, и можно на четвертом пальчике, да, на двух пальчиках, на одном пальчике сделать дизайн, а все остальные пальчики покрыть любыми цветами, которые мы будем использовать для того, чтобы разукрасить фон. Так, ну и, конечно же, самое главное, я все-таки забыла, это спайдергель черный. Можешь взять, у Юльки там вот. Вот, спайдергель. Вот эти линии, которые вы видите на данном плане, можно сделать спайдергелем, ну, паутинкой в простонародье. Можно нарисовать от руки, можно приклеить шармиконы. Ну, сейчас вот девчонки мне помогут, дадут мне черный спайдергель, и мы с вами потихонечку начнем. Итак, меньше слов, больше дела. В основу мы с вами положим 151-й гель-лак. Так, это будет просто у нас именно олицетворять камуфлирующую базу. Камуфлирующую базу. Так, пока мы покроем, 30 секунд просушим. Спасибо большое. Марина нам принесла, помогла нам выкрутиться из ситуации. Так. Как камуфлирующая база будет, такой красивой основой. Где берете такие пластины, куда крепятся типсы? О-о-о, вопрос на засыпку. Это, я вообще взяла просто карточку, которой убираю лишнюю краску, когда делаю технику стемпинг. Вообще, любую пластиковую можно взять и прикрепить. Просто удобно на камеру показывать. Убрал в сторону, раз, достал, убрал, достал. Так, и вообще, как бы в интернете есть такие, знаете, как бы бокс с мини-планшетками для типсиков. Можете прям, по-моему, так и набрать как-нибудь в интернете. Вываливается очень большая информация по поводу этих коробочек с маленькими вставочками. Там вставляются маленькие планшетки и, короче, прикрепляются на них типсики. Так, а пока мы просто готовим камуфлирующую типа базу. Ну, вместо базы я взяла 151-й гель-лак и просушила. Так, значит, когда выйдут новые декорации, вот у нас тут спрашивает Мария. Постепенно они уже разъезжаются по нашей стране, поэтому в ближайшее время будут во всех отделениях ЭМИ, где продается продукция ЭМИ, потому что уже вышла и шлепает, топает по стране, как говорится. Так, ну вот нам еще спайдер-гель принесли. Вот у нас черненького цвета, вот он нам очень потребуется. Ну и, естественно, палочка апельсиновая, которой мы будем с вами добавлять спайдер-гель к нашему дизайну. А пока, а пока я возьму гель-лак, например, 366-й. Добавлю вот так на стекляшечку. Так, возьмем еще беленький гель-лак тоже. Очень хорошо использовать в любых дизайнах, хорошо сочетается с любыми цветами. Так, белый, красный, естественно, синенький. Эти цвета, которые входят в набор «Мой импульс», они очень плотно ложатся, и поэтому, знаете, как бы не надо долго мучиться, подбирать цвета по плотности и так далее. Поэтому очень удобно пользоваться. Вот Анна нам подсказывает из Барнаула. Барнаул, привет! Что будут с 12 августа в продаже. Так, желтенький цвет возьмем, зелененький, конечно же, да? Какое же лето без зеленого цвета? О, даже уже стихи получились какие-то. Так. Ну, я думаю, в принципе, хватит. Так, это я пока приготовила, чтобы разукрашивать наш фон. А первый вариант мы возьмем с вами в работу сейчас, например, желтый и оранжевый цвет. Это 369-й и 370-й. Так. Одну часть ноготочка покроем оранжевым цветом. Причем не будем доходить до серединочки. Пусть посерединочке останется виден цвет нашего камуфляжа. Так, вот с одной стороны будет оранжевенький цвет. Видите, плотно ложится даже в один слой. Качество, конечно, очень хорошее. Так, я просушу. Просушу. А со второй стороны нанесу желтенький цвет 370-й. Просушиваем 30 секунд, естественно, да? Хотя можно подсушить секунд 20, а потом нанести второй цвет и все это дело досушить. Так, и наносим еще один цвет. Хотелось бы поровнее, но, как всегда, под камерой не очень удобно. Поэтому буду делать вид, что вот так криво должно было быть. Так красиво, кругиво я еще ни разу не покрывала. Ну, ничего страшного. По границе у нас сейчас ляжет спайдер-гель. Просушиваем 30 секунд. И как раз-таки добавим немножко, мне очень нравится, когда добавлен вот такой вот герлочок с крабушками. Людмила, пока досыхает, у меня с желтым из коллекции проблемы, не могу ровно его положить. Людмила, постарайтесь нанесить просто очень тонким слоем. Нанесите первый слой, он будет как грунтовочный, тонко-тонко, даже может быть с продиранием. Когда вы просушите и нанесете второй слой, он будет очень ровно лежать. То есть просто начните с очень тонкого покрытия. Так, и теперь возьму гель вот с такими вот вкраплениями. И не буду на весь ноготь наносить, давайте только вот на одну половинку, например, на оранжевую. Можно было и на желтенькую. Опять же, без фанатизма, чуть-чуть, аккуратненько. Видите, оранжевый цвет нисколько от этого не пострадал. Просушиваем. Так, и возьмем в работу спайдер-гель. Я думаю, что тоже у всех мастеров этот гель есть. Знаете, пробовала разные в свое время, когда тестировали разные гели, сравнивали. Вы же понимаете, что все равно какая-то сравнительная характеристика все время проводится, разные гели. Ну, хочу сказать, что у нас, конечно, я же не могу не хвалить, вы же понимаете, да, живя в Эйме много лет, невозможно не хвалить Эйме. Конечно, самый лучший гель на свете, особенно спайдер. Так, ну и просто по границе, чисто зрительно, границы, да, аккуратненько. Можно раз и вернуться обратно. Значит, ну, по большому счету можно закрепиться где-то в районе кутикулы, допустим, там на валике, да, но ничего страшного, девчат, все это вытирается влажной салфеткой. И невозможно сделать так, чтобы, ну, не испачкать, но все равно где-то подпачкается, ничего страшного. Палка, ватка, обезжириватель вытерли, и все будет хорошо. Либо просто банально влажной салфеточкой. Причем не обязательно даже смачивать ее в обезжириватель. Все, есть у нас границы между двумя цветами. Так, просушиваем. И теперь давайте определимся, что мы будем делать дальше. Ну, я предлагаю прикрепить еще какую-нибудь наклеечку в виде, допустим, вот этих словечек, да, всяких разных. Надо что-нибудь такое. Вот, например, хэштег «Лето». Так, конечно же, берете пинцет. Ну, я тоже как бы взяла пинцет, видимо, невидимый. Так, и так как слово очень маленькое, незаметное будет, но оно будет прикольно смотреться, вот, например, на желтенькой территории, можно мазнуть топом без остаточной липкости, буквально чуть-чуть под наклеечку подсушить и приклеить. А можно немножечко-немножечко пройтись обезжиривателем. Все-таки на типсе-то, конечно, ничего страшного не случится, но я бы все-таки на клиенте бы топом без липкого слоя покрыла бы, знаете, просто потому что поверхность получается не липкая, и любая наклеечка садится, тогда уже приклеивается практически насмерть. Так, мы говорим про лето, про летние дизайны, лето еще продолжается, поэтому, оп, ну вот, подготовили фон. Ну, а теперь весело и дружно поговорим, что мы сюда можем прикрепить. Если взять какую-нибудь цветочную тему, то, конечно же, можем все что угодно прикрепить. Я предлагаю взять вот так же, как мне на образцы, мне очень понравилось, когда задействовано не только один вид цветочка, например, а парочку вариантов. Мы можем с вами взять, например, мак. Хорошо размер типсы позволяет. Если ноготочек был бы маленький, я бы просто взяла бы там, например, один какой-то вариант цветочка. Так, мак. У меня тут рояль в кустах, как всегда, мокрая салфеточка в коробочке лежит. Так, вот, положила на влажную салфетку. Так, теперь давайте сюда же прикрепим, например, ромашку. Я возьму ромашечку покрупнее, потому что хочется потом добавить еще объем лепесточком, поэтому, чтобы было хорошо видно. Так, ромашечка. И давайте еще какой-нибудь листик. Ну, чтобы все лучше и сразу, как у нас обычно, да? Давайте вот еще веточку такой, листочек типа. Мы просто потом его прикольненько сделаем объемным с помощью зелененьких эмпаст. Все, вот раз, два, три. Так, ну а дальше, опять же, кто часто смотрит мастер-классы от компании Эми, чисто технологию, наверное, уже все знают наизусть, потому что слайдеры мы прикрепляем на слайдер-топ. Если слайдер-топа у вас нету, то можно, например, взять, тоненько прокрыть базой. Сделайте когда-нибудь эфир с кошками. У меня множество Эммис кошек, но не знаю, что с ними делать. Хорошо, девчат, надо будет подумать, надо будет напомнить нам, есть ли у нас где-то кошки. Посмотрим какой-то вариант. Да, действительно, были такие декорации с кошками, но, скорее всего, просто, может быть, они в головном офисе закончились, как бы, и выпускают все время новые, 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 и поэтому, скорее всего, вы на сайте, вот кто-то искал, да, Людмила, скорее всего, просто они уже, как бы, закончили выпускать, и мы уже где-то просто по остаткам, где-то в магазинах, в салонах, те, кто работают на Эми, нужно просто поспрашивать. Хотя, на самом деле, вот я сейчас немножко не готова ответить, конечно же, немножко не в теме, да, то есть, конечно, если поработать над этим вопросом, можно было бы ответить. Не декорации, а лаки. Не декорации, а лаки. Сделайте когда-нибудь. А, вы имеете в виду эти, да, все, я поняла. А то я думала о декорации кошечки, но на самом деле у нас тоже такие были. Вы имеете в виду кошачий глаз. Да, тоже такой материал у нас был в продаже, потом потихонечку вывели из продажи, потому что выпускается очень много-много, постоянно выпускается что-то новое, поэтому как бы на старое немножко уже внимание не так обращается, как на новое. Итак, слайдер топ. На самом деле, вот мы сейчас опять немножко время тянем, еще разговоры разговариваем. На самом деле, дизайны делаются очень быстро. Опять же, я в прошлый раз в прямом эфире говорила, что все обуславливается время просушки. Вот, то есть, как бы покрыл, просушил 30 секунд, покрыл, просушил, нанес ниточки, просушил 30 секунд. То есть 30, 30, 30, все эти дизайны можно сделать буквально за 10 минут, ну максимум. Так, подсушили 10-15 секунд и начинаем прикреплять. Значит, выше по ноготочку прикреплю мак. Я буду руками, чтобы долго не искать никаких материалов, этих всяких подушечек для стемпинга, пинцетов и так далее. Так, чуть ниже прикреплю ромашку. На самом деле, вы вот откройте все свои коробочки, там, скорее всего, вот есть какие-то у мастеров разные цветочные темы, и не обязательно от эми. Может быть, у вас какие-то другие есть, да? И можно как раз-таки использовать. И вообще, торопитесь использовать все, что у вас летнее, потому что осенью захочется чего-то нового. И клиенты, да, вот как обычно, знаете, как приходят клиенты, вы накупили разных цветов таких ярких летних, они говорят, а есть что-нибудь новенькое? А есть что-нибудь новенькое? Я уверена, что в 99% случаях мастера готовы сказать, в смысле новенькое, ты еще вот этим не покрывала, и вот этим не покрывала. Поэтому, как бы, надо использовать все, что вот ярко, именно сегодня и сейчас. И самый лучший, конечно, способ клиента предлагать цвета гель-лаков, которые у вас застоялись, это, конечно же, покрывать себе руки прежде всего, да, чтобы мастер был с ногтями. И хорошо бы, знаете, с удлинением, не просто коротенькие ногти покрыть, а вот с удлинением небольшим, красивый блеск, такой хороший топ, чтобы глянцевый блестелый под лампами, вы будете сверкать, вы будете обращать клиента на вас внимание, будут покрывать такими же цветами, которые у вас на руках будут в этот момент покрыты. Так, ну а мы подсушили, подсушили, и покрываем ультрабондом. Значит, ультрабонд, праймер и так далее. Это как двойной скотч работает, да, потому что сами слайдеры, которые на пленочке, да, рисуночек, он не имеет липкости, и поэтому, чтобы было хорошее сцепление с последующим топом, мы покрываем с вами либо праймером, либо ультрабондом. Высыхает на воздухе и закрываем топом. Ну давайте вместо топа будем использовать, например, вернее, не то, что вместо топа, а топ Текласс, это топ для типсов, кто забить в поиске. Так, значит, ну я пока не буду отвлекаться. Значит, это топ Текласс, да, топ у нас глянцевый, без остаточной липкости, то есть, а вы покрываете любым топом, которым вы работаете. Так, закрываем Теклассом, и получается и спайдер гель у нас тут, и гель вот с такими вот вкраплениями, да, как перепелиные яйца. Получается сборная соляночка, такой дизайн-конструктор. Просушиваем. Просушиваем. Ну, топовые гели лучше всего сушить минутку, а лучше две. Вот. Ну и сейчас мы с вами с помощью кисточки, например, идеальный мазочек номер ноль. Так, идеальный мазочек номер ноль. Такая вот, видите, она такая толстенькая, коротенькая. Мы с вами будем делать лепесточки у ромашек более объемными. Более объемными. Так, просушиваем минутку, а лучше две. И уже на совершенно готовый ноготь с помощью эмпасты. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости. Мы можем рисовать ей на любой готовой поверхности. И с помощью эмпасты мы сделаем объемные дизайн, объемные лепесточки у ромашки, например, да. Так. Берем капельку. Так, перед началом работы хорошо бы кисточку смочить в капельку базы. Просто промыть, несмотря на то, что новая, новая, старая, абсолютно не важно. Так. Немножко прыгаю, потому что под камеру не очень удобно сейчас пристроить, чтобы мне было все видно. И теперь берем лепесточек, ставим эмпасту на конец лепесточка и протягиваем к центру. Вот, например, вот здесь вот раз и к центру. Аккуратненько прорисовываем лепесточки, которые видим. Они станут более объемными, они выйдут на передний план по сравнению со всем остальным дизайном, который мы с вами добавили. И вот рисуем аккуратненько объемные краешки. Все будет зависеть, конечно же, от кисточки. Вообще, знаете, девчат, вот когда рисуете какие-то тонкие линии или лепесточки у цветочков, конечно же, 50% успеха это то, какой кисточкой вы работаете. И вот, например, я сейчас взяла не очень тонкую кисть, да, идеальный мазочек номер 0, ну, потому что я могла бы и линеарной кисточкой это сделать, но пришлось бы делать больше телодвижений, нежели кисточка, которая уже похожа сама по себе на лепесточек. Так, все, видите, вот лепесточки сделали объемными. Просушим. Кисточку еще раз просят показать. Это идеальный мазок номер 0, КСЗМ 0, мазок 0. Так, просушиваем. И давайте сделаем для листочков то же самое, только я сейчас возьму немножко зеленой импасты, немножко неоновой импасты. Сейчас мы замешаем такой красивый для листиков. Вот, смотрите, немножко зеленой, немножко неоновой, желтой вот тут под руками оказалось, с беленькой, чтобы получился такой плотненький цвет. Ну, темнее, светлее, это уже можно отрегулировать, правильно? Так, убираем все, чтобы не мешало. И добавим яркости листикам. Все та же кисточка. И вот тут вот на листочек, чуть-чуть расширяя, даже можно дорисовать листик, которого тут в принципе нет. Прикрыть какую-то неловкую паузу, ну, то есть расстояние прикрыть пустое между стебелечком и листиком. Вы, конечно, можете сейчас сказать, а что бы нет, руки не нарисовать, почему вы там обязательно? Да, конечно, можно. Ну, на самом деле, как бы так же просто проще. Тут уже все как бы за вас сделано. Что мучиться, что там, что-то выдумывать, если можно прикрепить и разукрасить. Просушиваем. Так, и теперь можно взять немножко неоновой эмпасты, неоновой эмпасты. Чуть-чуть, на кончик кисточки. И сделать кончики листочков чуть поярче. Подсушили 30 секунд. И добавили немножко яркости. Я думаю, что в принципе сейчас на камеру должно быть видно, что чуть-чуть яркости. Можно было немножко неоновую эмпасту смешать с капелькой белой эмпасты, и тогда цвет был бы плотнее, и даже цвет получился бы намного ярче. И вот эти штучки-дрючки такие вот, маленькие яркие штучки. И получается, вот такой акцент на зеленом. Вроде бы, казалось бы, здесь у нас все цвета задействованы. И желтый, и оранжевый, и белый, и зеленый, и красный мак. А смотрится все вместе, в общем-то, в комплексе, очень даже симпатично. Все, дизайн готов, нам осталось просушить. Я бы еще, знаете, что сделала? Может быть, взяла бы капельку еще топа без остаточной липкости. И немножечко увеличила серединку у ромашки. У нас еще есть такие гели в работе, джемти-гели. Можно было бы взять желтый джемти-гель. Разфокус немножко мутно, да? Сейчас мы... Вот так, лучше. Так, и просушим. М-пасты рисовали сверху по готовой поверхности. Естественно, ничем перекрывать не будем. То есть дизайн останется вот такой сверху, будет объемным. Так, я сейчас вытру руку, а то я уже успела, как всегда. Пока подстраивалась под камеру, успела испачкаться полностью в неоновую м-пасту. Так, вот так. То есть, получается, рисунок будет у нас объемным, да? А фон может быть абсолютно любым. Видите, вот синий с зеленым и так далее. И сейчас мы с вами сделаем еще вариант со спайдер-гелем. Так, этот вариант у нас готов. Мы сейчас вот сюда, живу в компанию типсиков, пристроим. Будет целая планшетка, потом получится. Так, этот вариант у нас готов, да? И давайте сделаем еще один. Постараемся тоже сделать его быстро. И добавим какую-нибудь другую декорацию. Итак, спайдер. Итак, у нас получается с вами типсик покрыт 151-м гель-лаком. Кто к нам присоединился чуть позже и не видел. Значит, 151-й гель-лак. Мы просто, я пыталась его, как бы, с помощью вот этого цвета, как будто сделать камуфлирующую базу, да? То есть, как бы, чтобы ноготочек был не голый, вот таким вот прикрытым немножко. Так, ну и мы с вами начинаем выстраивать какую-нибудь геометрию. Ну, на самом деле, как бы, есть клиенты, которые любят какие-то геометрические построения. Правильно? Правильно. То есть, мы сейчас с вами буквально... Так, я в экране, не в экране. И видно ли меня вот так, чтобы... Вот так, наверное, будет лучше. Итак, я думаю, что паутина тоже есть у многих мастеров. И можно, конечно, нарисовать от руки прямые линии. Но в этом-то и фишка, что с помощью спайдер-геля, да, получается очень ровненько. Ну, если вот камера бы не мешала. Так, например, вот таким образом. Так, продолжим дальше. Нам нужно какие-нибудь пересечения, да, геометрические построения. Давайте вот так остановимся и уйдем в сторону. Конечно же, когда вы делаете на клиенте, конечно, должны быть рядышком влажные салфеточки, потому что с кожи, да, то есть с валиков, конечно же, надо будет убрать влажной салфеточкой. Давайте вот так в сторону. Так, и давайте... Можно вот так вот аккуратненько взять на палочку спайдер-гель, прикрепиться к валику. Вот так сделаем. Можно с этой стороны. Почти ровно получилось, да? Никто ж не заметил, что у нас там чуть-чуть кривенько. Так, ну и давайте еще вот так вот сделаем. Так, вот отсюда, вот сюда. Получилось не очень ярко, придется повторить. То есть набор геометрических фигур, в принципе, у нас получился. Так, просушиваем. Не знаю, но мне почему-то хочется еще куда-нибудь, что-нибудь добавить. Ну, знаете, это как обычно, держите меня семеро. Так, просушиваем 30 секунд и готовим гель-лаки, которыми будем раскрашивать, да? Опять же, еще раз вернусь. Мы берем с вами набор гель-лаков «Мой импульс». Красивые плотные оттенки. Вот такая красивая коробочка. Так. Ну и возьмем вот, допустим, пять цветов. Хватило бы промежутков, да, между линиями, чтобы все цвета использовать. Так, убираю в сторону и начинаем раскрашивать. Так как, понимаете, вот спайдер-гель, он же как бы какой-то объем имеет, и поэтому, как бы вы не раскрашивали, краска, естественно, или гель-лаки не выползут за пределы. Поэтому все будет окей. Мы можем с вами это прям по максимуму, например. Вот здесь у меня будет желтенький цвет. Знаете, такая своего рода мозаика получается. Так, давайте, например, рядышком будет красненький. Стараюсь аккуратненько, и перед носом у меня камеры. И я так, знаете, наугад, практически на ощупь. Так что, если что, не обижайтесь, да, что там где-то криво. Не, ну можете, конечно, покритиковать. Все равно кто-нибудь всегда критикует, кто-то хвалит. Так, беленький задействуем, синенький задействуем. Не знаю, хочется побольше его куда-нибудь воткнуть. Ну, мы сейчас найдем расстояние. И вы знаете, этот фон, он совершенно нам не помешает для того, чтобы потом добавить еще и декорации куда-нибудь. Давайте зелененький. И когда вот на одном пальчике, например, вот такая мозаика из разных цветов, то, конечно же, можно будет для покрытия использовать любые цвета, которые у вас вошли в состав вот такой незатейливой мозаики. Я, знаете, сейчас подсушу, хотя бы, ладно, хотя бы секунд 10-20, для того, чтобы еще и еще добавить цветов каких-нибудь. Не каких-нибудь, а этих же, в разные отделы там. Видите, оно так интересно. Не надо весь ноготь заполнять, да? Вот белый, зеленый, красный, например. Вот здесь вот, допустим, три цвета задействовано, здесь вот четыре цвета задействовано. Здесь вообще все цвета, которые были в наборе, задействовали. Так, подсушили, и давайте продолжим глумиться над клиенткой нашей. Так, давайте вот сюда добавим красный цвет. Так, красненький. Давайте зелененький. Опять же, кисточку любую можно взять для заполнения, но просто хочется, чтобы она была не очень толстая, чтобы у нее был острых хвостик, чтобы можно было заводить гель-лак даже в самые мелкие геометрические фигуры, которые получились у нас на пересечении. Так, давайте еще беленький добавим вот сюда, например. Вот, видите, хорошо, что просушила, прям почувствовала. Неудобно, просто из-за того, что неудобно. Так, давайте вот сюда добавим синенький, еще тут что-то мало синенького. Так, предлагаю остановиться. Так, просушиваем. И опять же, можно взять гель-лак вот с такими вот вкраплениями, да? 317-й. Тоже прикольно будет смотреться. Вот, смотрите, он везде как бы присутствует и смотрится очень шкодно. на заднем плане везде есть. И мы сейчас его сюда же и добавим. Причем, знаете, не обязательно везде, правильно? Мы же можем добавить только вот там, где у нас бежевый фон остался. не цепляются так, не цепляются так, мне чуть-чуть надо. Так, вот еще сюда можно чуть-чуть, сейчас надеюсь с кисточки упадет. Ну, нравится мне. Вы можете, конечно же, если будете использовать такой вот вроде фон, может быть, вам не понравилось, но не надо добавлять. А мне вот очень даже нравится. Так, ну и давайте прикрепим сюда что-нибудь вот, допустим, с этого нелдресса. Цветочек просто, чтобы опять же сделать его объемным, чтобы прикольно было. Давайте вот такого плана сделаем. Здесь много лепесточков, он-то как будто вид сбоку. Опять разместим это все дело на влажную салфеточку. Так, вот оно. Есть цветочек, ну и можно листочек еще для полного счастья. Давайте какой-нибудь папоротник вырежем из новой декорации. нужно какая-то небольшая веточка. можно взять еще какого-нибудь жука. Посмотрим, вдруг поместится. так, все. Так, все. Кружок очень милой ручки. Так, все есть. Все, видите, цветочек, листочек, букашка какая-то. Так, ну и теперь сюда опять же, если хочется какую-нибудь по поводу критики сразу скажу еще разочек, то, что мы добавляем всякие разные варианты декораций, девчат, это лишь только для того, чтобы вы понимали, что их можно везде и к цветочкам, и к букашкам, таракашкам, фэшнам. Вот так сделаем. Так, и покрываем слайдер топом, так как мы будем прикреплять слайдеры, конечно же, покрываем слайдер топом. Если нет слайдер топа, то можно протянуть тоненький слой базы. Тоненький слой покрыли, ноготочек так, просушили 10-15 секунд, прикрепили множественные наши декорации, небольшой листочек. Так как слайдер топ не засушила немножечко, можно всегда поправить, подвинуть, раздвинуть. Так, можно сразу обработать праймером или ультрабонтом. Знаете, для чего? Для того, чтобы я буду на цветочек наслаивать на листик, и поэтому, чтобы было хорошее сцепление. Вот так вот, например, сюда цветочек на передний план. Так, ну я тут еще жука вырезала, вот так, для полного счастья. О, пусть будет еще букашка. Будем сразу задействовать и новые декорации. Так, все, есть, подсушиваем. Вот, чтобы прикрепить слайдеры, я просушила слайдер топ 10-15 секундочек. Когда прикрепила все, поставила, натянула, растянула, тогда мне нужно было как бы досушить, и процесс полимеризации завершится до конца у слайдер топа. После этого, конечно же, мы обработаем с вами праймером или ультрабондом, просто для сцепления, не потому что там что-то там у нас произойдет, но для хорошего сцепления, потому что вы понимаете, что слайдер, он не имеет липкости, это пленочка. И поэтому обязательно праймер или ультрабонд. Никакой толщины не добавят, но в то же время качество будет, стояние намного лучше, да, процесс, вероятность, вернее, вероятность сколов уменьшится в разы. Так, ну и закрываем, закрываем топом. Это может быть глянцевый топ, это может быть матовый, но у меня вот под руками стоит глянцевый теклос. И покрываем. Ну, по поводу названия теклос, да, будем говорить, любой глянцевый топ без остаточной липкости в нашем случае это теклос. Вот так будет правильно звучать, чтобы ни в коем случае не привязываться конкретно, да, может быть у вас какой-то другой топ. Так, просушиваем. И опять же, с помощью эмпасты, с помощью эмпасты, теперь я только возьму, знаете, кисточку, которая, лепесточек-единичка для жесткого. Видите, вот это КЗЛЕ1, самая маленькая кисточка, лепесточек для жестовской росписи. И она сама похожа на лепесточек. И вот цветочек, который я прикрепила, да, вот, у них как раз таки лепесточки, которые будут хорошо именно вот прорисовывать вот такой кисточкой, не тоненькой, как муромашки, а вот кисточка КЗЛЕ1, лепесточек-единичка для жестовской росписи. Возьмем белую эмпасту, хотя можно было взять какую-нибудь еще бледно-розовенькую или там бледно-желтенькую. Все. И потихонечку начинаем. У нас есть такой курс в онлайн-школе и в оффлайн-школе флористика мазок. И вот как раз таки там лепесточки собираются из вот таких вот мазочков. И вот воспользуемся этой техникой. Сейчас я кисточку чуть-чуть смочу в базу, чтобы она стала чистенькой, такой более пластичной эластичной. Все. Вот я ее в кучку собрала. И еще разочек, дубль два. Набираем пасту только на кончик кисточки. Чуть-чуть объемчик зададим. И тем самым фон остается естественно на заднем плане, а цветочек выходит на передний план. вот там где-то вдали лепесточек маленький. Вот тут покрупнее по центру. Придется поставить не один мазочек, а два мазочка. Вообще, когда делала варианты с этими декорациями, не хотела делать много, думала, сейчас там выделю пару лепесточков. А вы знаете, так пошло, 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 и мне кажется даже интереснее смотрится. Стараюсь серединочку не закрыть. Так, вот там на заднем плане что-то у нас есть. Я попрошу клиентку перевернуть пальчик. И такие же пару мазочков добавлю на нижний лепесточек. и вот еще вот тут у меня боковой остался. Сделаем вид. Тут какая-то неловкая пустота осталась. Сейчас мы придумаем от себя что-нибудь. Вот так. Парочку маленьких. Так, ну, я не буду выделять сейчас веточку, пусть у нас только цветочек будет. Ну, и еще мне нравится в любой непонятной ситуации поставить волосинка попала, поставить несколько точечек, вот, например, вот сюда. Можно вот сюда еще вниз добавить. Ну, сложно сочиненный такой у нас фон получился, да, но и тем не менее на переднем плане, конечно, у нас выделился цветок. Ну, и любителям и геометрии цветочков, да, можно как раз-таки такие варианты и предложить в работу. Вот, на самом деле, даже что-то незаметно время пробежало, и времечко уже даже прям почти без десяти. Так, еще разочек, что мы использовали в наших дизайнах? Использовали декорации цветочные, можно было бабочек прикрепить, жуков, пауков, там и так далее. Цветочные декорации, они представлены в широком ассортименте в компании Эйми. Можно взять в работу шармиконы, всегда будут выигрышно смотреться. Смотрите, просто на геометрии рядом с цветочками, да, шармиконы с надписями. Кстати, вот мне очень нравится, например, стрит-арт, да, вот такие вот интересные тоже. И тут и коротенькие слова есть, и длинненькие какие-то выражения. Так, воспользовались мы с вами коллекцией гель-лаков и импульс. Я сейчас соберу коробку в кучу. Так, это начинается с номера с 365-го по 372-й. Так, вот так красивенько они представлены. Прямо заглядение. Я перегородочку не туда вставила. Вот, смотрите, такие вот красивые цвета, которые мы практически, ну, четыре цвета из коллекции мы использовали, и получились у нас вот такие вот варианты дизайна. Надеюсь, мы были вам полезны, просто подали как идею, может быть, сделаете скриншот с экрана и сделаете с разными цветочками, с разными бабочками и так далее. Так, ну, я надеюсь, что я, в принципе, старалась тут отвечать на вопросы, которые задавали попутно. Если вдруг что, можно будет оставить вопрос под мастер-классом, и, конечно же, мы постараемся ответить на эти вопросы. Спасибо вам большое за ваши все спасибо. Вот, если что не так, не обижайтесь. Всем удачи и побольше вам денежных клиентов. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok